Собственно, мы победили Короля Дворфа. Привет, с вами Андрей, продолжаем прохождение лабиатора. В прошлых серий мы остановились на том, что подошли к боссу. У нас Албос Король Дворфов. Собственно, у нас в данный момент получается каменная перчатка удачи, зачарование амфибии. У нас, собственно, зуб мимика. Ну и все, и Кнут ничем не зачарованный. Также у остальной инвентаря у нас выглядит вот так вот. По способностям у нас, собственно, мы вот так вот данные прокачиваем. Заходим к боссу, давайте восстановим все здоровье. по возможности поспим. Понятное дело, что наш персонаж проголодается, но это уже будет достаточно важно. Давайте посмотрим, что у нас для этого получится. А, собственно, Король Дворф. Ну, что могу сказать по Королю Дворфа. Ну, он сильный противник, он много урона может дать. За счет того, что он включает свою жизненную смазь. Очень много урона можно пропустить. Бьем комбо. Как вы видите, мы достаточно много урона впихнули уже в него, а он до сих пор жив. Обратите внимание, король Дворф перепортировался, давайте пройдем за ним. Обратите внимание, мы выстрелили в Короля Дворфов и умер монах. Умер чернокнижника, давайте его тоже убьем. Убили чернокнижника. Как вы понимаете, мы не сможем убить... всех этих призывных, пока не убьем. То есть мы можем предследить обрушениям. Урон по площади. Но опять же, урон обрушения работает чисто от основной цели. Как вы видите, мы сборим пополам убили первую стадию. Давайте подождем. Народов очень много здесь. Наша задача довести до минимального значения всех, и потом просто с помощью палочных интеграций, либо чего-то похожего, просто их раздамаживая. Либо тем же обрушением, например. У нас 30 пунктов. Для нас очень-очень весело получается это. Давайте нажмем обрушение. Собственно, первая стадия поединка. Видите, монах появляется. Давайте монахом тоже подеремся. То есть он мне сразу в лицо, как только появится, сразу в лицо Мак дал урон. Омально. 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 И тут, конечно же, самый сильный будет монах. Потому что либо на расстоянии, если у вас большая дистанция, то, конечно же, самый сильный будет не монах, а самый сильный будет Марк. Дальше раздамаживать мощь мощь, мы продолжаем дамажить других. Дамажим, дамажим практически до нуля для того, чтобы урона... Собственно, и кастуем обрушение для того, чтобы они исчезли все дружно. Следующая стадия, как вы видите, мы не успеваем. Ну, это, в принципе, не страшно. Давайте... У меня в спину еще урон внесли. Как вы понимаете, если мы сейчас убьем этого... Огни, да. Вы видели, да? Он сквозь всех... сквозь своих союзников раздамажен. Мы пытаемся убить Манго, потому что Мак, как вы видите, нас с волем очень сильно бьет. Причем сильно и мягко шарит. Давайте кастуем обрушение. Как вы понимаете, мы не добьем Рудалака. Собственно, нам нужно именно обрушение мы его убивать. Давайте настатуем себе побольше защиты, чтобы убить... Собственно, Голема. Убили Голема. Нам нужно теперь накастовать обрушение. А финальная стадия босса... Собственно, наша задача просто дать ему отложенный урон. Больше, чем для его здоровья. Давайте посмотрим, сколько у него отложенный урон. У него 58 отложенный урон. Давайте его ударим натиском, чтобы увеличить его отложенный урон. У него отложенный урон 114 и у него хп 88, как вы видите. Нам нет смысла продолжать с ним драться. Нам нужно просто уходить в инвиз. Мы используем инвиз и просто ждем. Собственно, мы победили короля Дворфа. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Крепкина наслаждения мы сняли целиком. Редактор субтитров А.Егорова Продолжение следует...